В этом аду было трудно что-либо разобрать, я ни на минуту не покидал своего противотанкового оружия и уничтожил 8 танков, 6 бронемашин, 40 автоматчиков. Мне приятно порадовать вас, мои дорогие, что правительство присвоило мне за это звание Героя Советского Союза. Это высокая награда, я не пожалею своей жизни, чтобы оправдать ее. В Центральном государственном архиве хранятся более 100 писем. Эти письма являются именно письма фронтовиков, участников Великой Отечественной войны. Можете показать, где они? Да, давайте. Они хранятся именно в архивных коробах. На основе этих писем Центральным государственным архивом была подготовлена виртуальная выставка. Эту виртуальную выставку вы можете посмотреть на сайте Госархива. Насколько я знаю, почему письма писались, так вот треугольники складывались. Очень часто письма отправлялись без конвертов. И вот здесь можно увидеть печати, почтовые печати. Не было на фронте конвертов. И чаще всего вот этот солдат писал здесь письмо. Вот здесь мы сейчас развернем. Писал письмо. Я боец, красноармеец, Власов, Павел. И они складывали особым образом. И вот здесь писали адрес. Холод, снег, метель, бессонные ночи, наступление. Днем и ночью, днем и ночью. Надо бить кровожадного зверя. Забыл я о мягкой постели, о домашнем уюте. Да и не время сейчас думать о таком счастье. Но недалек тот час, когда полностью уничтожим и выгоним этих гитлеровских собак. Тогда уж, как говорится, отпразднуем. Вот это все лежало посылки. Вместе с фуниром, вот это было посылки. И там письмем писал. 16 апреля 1945 года. Если Бог даст, ну как по-нашему сегодня. В войне скоро конец. Мы уже под Берлином. Скоро, если будем живы-здоровы, скоро вернусь. Домой дядя Куралбека Носкиева не вернулся. Участник штурма Берлина, Сдык Акмат Носкиев, погиб на следующий день. После объявленной победы. 10 мая 1945 года. Тремя годами ранее под Сталинградом пропал без вести другой брат отца. Джандос Носкеев. Еще один, Юсуп Акмат Носкеев, смог вернуться живым. Сам Куралбек Носкеев с тех пор, как вышел на пенсию, пытается найти информацию о погибших братьях своего отца. Главная цель-то, это светлая память их, этих наших воинов, предков, которые защитили нашу Родину. Дать должное, дань, помнить самому. А еще главное, это передать внукам. Всего несколько минут назад сильный огневой налет противника заставил меня залечь в одну из придорожных канав. Черным столбом взметнуло вверх землю, а с ней подскочило дерево и, тяжело охая, повалилось на землю. Но цветок продолжал жить, и вот мысленно сравнивал я нашу жизнь с этим цветком. Ведь мы еще только начинаем жить, а молодость никогда не умирает. Помните, что ваш покой в надежных руках. Мы выдержим все, и такие болота севера, и знойное солнце юга, темные заросли брянских лесов, мы вернемся, мы придем, писали в письмах с фронта. Юлия Кулешова, Кубан-Джебек Мамытов, телеканал «Апрель».